День Города 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 справку на оружие и заключение врача-психиатра-нарколога-психиатра на трудоустройство. Кроме того, здесь принимают такие специалисты, как офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, психиатр-нарколог. Здесь же при необходимости можно сделать энцефалограмму головного мозга и сдать анализы на наличие наркотиков. Здесь мы будем проводить химико-коскологические исследования по обнаружению наркотических средств и психотропных веществ с применением анализатора, где будет регистрация и количество определения этих веществ. Главная задача открытия еще одного подразделения наркологического диспансера – удобство граждан при получении справок. Если раньше надо было отдельно посетить наркодиспансер, а потом психиатрический диспансер, а дальше отправляться на прием к специалистам, и уже после этого можно было получить заветную справку. С 1 февраля все будет централизовано. Врачи надеются, что благодаря режиму единого окна удастся избежать очередей, а в регистратуре будут работать сразу три специалиста. Здесь подключена компьютерная система, замкнутая компьютерная система, по которой данные из регистратуры будут передаваться на компьютер специалистам, что тоже ускорит процесс оформления документации. И, в общем-то, за счет этого мы надеемся избежать длительной потери времени в очередях нашими пациентами. Для удобства людей в здании наркодиспансера на Скорбящинском проезде еще целый месяц можно будет получить справки. После чего это сделать будет возможно только в новом центре выдачи справок, который находится по адресу улица Магэс, дом 3Б. Это здание больше известно как бывший медвотрезвитель. Телефон для справок 44 15 15. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В круглосуточном режиме начали уборку города. Ранее дирекция благоустройства работала по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Однако из-за обилия снега уборку продолжили и в дневное время. На месте побывала наша съемочная группа. Улицу Татарскую планируют очистить от снега за сутки. Работы начались в 8 утра и продолжатся в ночное время. На круглосуточный режим дирекция благоустройства города перешла со среды. Улицу Татарскую выбрали не случайно. Это одна из самых оживленных межквартальных дорог. О ее плохом состоянии регулярно сообщают жители. Затем работы продолжат на прилегающих улицах. Среди них Пушкина, 2-я, 4-я и другие линии. Дирекция благоустройства города отдыхает только в тот момент, когда перезагружают технику. Песко-соляной смесью, водительский состав меняется. А так в целом и дирекция, и подрядная организация, которые с нами работают, вместе работают в круглосуточном режиме. Администрация города работает совместно с сотрудниками ГАИ. Для качественной уборки улицы жители просят не парковать автомобили на обочине. Машины, которые мешают, с помощью эвакуатора переставляют рядом, на парковку, где достаточно много свободных мест. Снег вывозят на две площадки – в Южном промузле и в Московском районе. Мы ежедневно вывозим от 2,5 тысяч кубических метров до 3,5 ежедневно. То есть в ночь машины работают, выходит вся техника снегоуборочная. Это различные самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, грейдеры. И в том числе и личный состав предприятий дирекции благоустройства города. То есть, ну, ручные работы, они также необходимы, дабы вот почищать там мелкие всякие неубранные. То, что там, где техника не может пройти и убрать, то помогают ручники. После уборки снега дорогу обработают песко-соляной смесью. В дальнейшем планируют использовать жидкую соль. Новую технику, 5 единиц, город получил совсем недавно. Машины рассчитаны на уборку с помощью увлажненной соли. В дирекции благоустройства города отмечают, что этот способ является более экологичным и лучше очищает дорогу. Стоит отметить, что улица Татарская стала лишь первым объектом круглосуточной уборки. Полный список улиц сейчас формируют, но уже известно, что уборка пройдет во всех районах города. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А между тем, проект платных парковок, который реализуется в Рязани, раскритиковали депутаты областной думы. Они отметили частую поломку паркоматов, сложности с оплатой, плохое состояние дорожного полотна и некачественную уборку. В связи с этим депутаты отказались принимать изменения в закон об административных правонарушениях, которые упростили бы взимание штрафов. А также решили самостоятельно разработать законопроект, который запретит платные парковки у социальных объектов. Подобную инициативу они уже озвучивали в октябре прошлого года. Запись в первоклассники начинается с 1 февраля. Для родителей доступны два пути подачи заявлений через портал Госуслуг и при личном посещении. О том, какой способ удобнее, знает Мария Рудая. Это обычный урок первоклашек, диктант по русскому языку. Они школьники уже почти полгода и научились читать и писать. По словам их первой учительницы Елены Ро, мальчишки и девчонки добрые и любопытные, любознательные и ласковые. А самое главное, тянутся к новым открытиям. Познавать мир они начали не с арифметики. С самого начала мы приходим и учимся правилам поведения в школе. Как себя надо вести, как сидеть, поднимать руку, учиться отвечать на вопросы. Когда же попроситься выйти из классной комнаты. Мы учимся находить общий язык со своими одноклассниками. Учимся находить общий язык с учителем. Ольга Рыбакова работает с первоклашками почти 30 лет. Говорит, дети сейчас стали другие. Более продвинутые. Разбираются в любой технике и крайне эрудированы. Но мало читают. Ольга признается, работа со школьниками не из легких. Но она ее очень любит. Они приносят так много позитива, столько радости, столько всякого драйва. Наверное, нигде ни в каком месте больше этого не найдешь. В первом классе для детей начинается новая жизнь. Для их родителей это произойдет чуть раньше, уже 1 февраля. Именно эта дата выбрана для старта записи в первый класс. 90% мам и пап используют портал госуслуги. Быстро, удобно и доступно в любом месте, где есть интернет. Никаких проблем с подачей заявлений через госуслуги не бывает. Единственное неудобство может быть 1 февраля, когда вся страна начинает подавать заявления. Но первые 15 минут чуть подвисает сайт. Ничего страшного, заявления все равно проходят. И когда они появляются уже в электронном реестре, время и 9.02, и 9.03. Несмотря на то, что родители этого не увидели. После того, как заявление прошло, родителям приходит подтверждение на сайт госуслуг. Конечно, есть и те родители, которые предпочитают по старинке посетить школу и оставить заявление лично. Для них есть такая возможность. Список документов, инструкции, образец заполнения заявления есть на сайте каждой школы. И на информационных стендах в образовательных учреждениях. Для того, чтобы предоставить оригиналы в школу, нужен паспорт родителей или иной документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя. Нужно свидетельство о рождении ребенка, оригинал. И если ребеночек проживает на закрепленной территории, свидетельство о регистрации по месту жительства или иной какой-то документ, подтверждающий проживание ребенка на данной территории. Какой бы способ подачи заявления вы не выбрали, принести документы необходимо до 1 июля. До этого числа зачисляют детей, которые проживают на закрепленной к школе территории. Если свободные места останутся, будут зачислять всех остальных. К примеру, в 17-й школе планируют набрать 5 первых классов. Это 130 человек. Общее количество учеников там сейчас составляет порядка полутора тысяч. Стоит отметить, что при приеме в школу преимущества имеют дети военнослужащих, полицейских и работников прокуратуры. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Проверить качество еды в школьных столовых смогли родители. Их пригласили на дегустацию продукции муниципального предприятия «Детское питание». Которая обслуживает 65 рязанских школ. На встречу побывала и наша съемочная группа. Салат – первый, второй десерт. Такой набор получает школьник, который питается в столовой. Оценить качество продукции пригласили родителей. Они лично могут убедиться во внешнем виде и вкусе блюд. А также оставить свои комментарии в анкетах. На их суд представили 17 классических блюд и 9 кондитерских изделий, которые приготовили сотрудники муниципального предприятия «Детское питание». Сегодня мне не понравились макароны. Выглядели они не очень красиво. А в целом все хорошо. И если это действительно все выглядит и так же вкусно, как здесь, в столовых наших, то это замечательно. Наши дети, они, ну, очень мало едят рыбу. Это вообще, наверное, специфика детского возраста. То, что им этот продукт, как бы он отыргается ими сам по себе. И поэтому, ну, вот здесь вот представлен в биточке. То есть очень вкусно. Я думаю, что дети будут есть такое. Встречи в подобном формате проходят во всех районах города. Собранные пожелания помогут улучшить блюда. Напомним, что МП «Детское питание» обслуживает 65 школ города. Ежедневно они кормят 25 тысяч человек. Среди них 9 тысяч льготников. Уже не раз в работе предприятия находили нарушения. По итогам последнего громкого дела на скамье подсудимых оказался бывший директор Александр Дворецкий. Новым два месяца назад стала Ирина Истомина. С ее приходом наметился ряд изменений. Дополнительный контроль над качеством продукции. Потому что очень много выявляется фальсификатов. Мы не согласны с нашим коллективом на нашем предприятии, что дети должны есть некачественную пищу. Мы проверяем дополнительную молочную продукцию. Отправляем в лабораторные исследования. Также закупили оборудование для мясного цеха. Докупают варочные котлы. За соблюдением санитарных норм следит Роспотребнадзор. С ним же предприятие согласовывает меню. В прошлом году оно дважды не соответствовало утвержденному стандарту. Расхождение проводилось замена блюд, не соответствующих пищевой ценности по калорийности. Менялось наименование блюд. И не выполнялись некоторые нормы питания, по некоторым продуктам питания. Во время дегустации родителям рассказали о составе блюд и способе их приготовления. А также показали контрольные образцы, эталоны подачи блюда, с которыми могут сверяться как школьники, так и проверяющие. Есть внутришкольные комиссии, куда входят представители образовательного учреждения и представители родительского комитета, которые с определенной периодичностью проверяют качество и организации питания, и качество самого питания тех блюд, которые даются учащимся в течение дня. Напомним, что суточная норма потребления для школьников семи-одиннадцати лет составляет 2500 килокалорий. Из завтраков и обедов они должны получать 60% от нее. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Столетний юбилей отмечает детская библиотека. В ее редком фонде хранятся уникальные здания. Например, детская энциклопедия, напечатанная в типографии Ивана Сытина, которая на пять лет старше самого учреждения. Книгу и сейчас разрешают читать. Тем более, что недостатков в посетителях нет. У библиотеки более 11 тысяч читателей. Детская библиотека в этом здании на почтовой находится более 50 лет. На двух этажах разместились читальные залы, комнаты, где проходят занятия. А начиналось все в 1919-м. Тогда советские власти собрали литературу из фондов гимназии, педагогического музея и духовной семинарии. Книги прошли тщательный отбор. Литературу, которую, по мнению властей, можно читать советским детям, и передали в специально созданную библиотеку. В память того времени детской энциклопедии сохранились все 10 томов. Книга в отличном состоянии. Ее и сейчас можно читать, правда, только в зале. Домой взять нельзя, потому что раритет. Это том, который посвящен естественным наукам. И здесь вот железные изделия. Что писали о железных изделиях? Также это и вагонетки, так же, как добывают железо, где как обрабатывают руду. Вот такие доменные печи. Так что, если мы откроем и современную детскую энциклопедию, конечно, домные будут современными, но изложения в том же самом год. История, как люди пришли к деланию железа. В фонде порядка 200 редких книг. Попадает туда не только издание с вековой историей. Например, книгу Юрия Томина «Повесть об Атлантиде» многие родители читали в детстве. Сейчас ее не найти. Тем не менее, фонды ежегодно пополняются. В библиотеку попадают книги, получившие престижные премии, а также те, которые чаще всего спрашивают родители и дети. Очень многие читатели говорят о том, что интернет при всей его распространенности и доступности с настоящим книжным источником печатным не сравнить, потому что книгу держать в руках и приятнее, и легче воспринимается, меньше устают глаза. И все-таки в интернете и полный текстовую книгу не всегда найдешь. Поэтому нет. Интернет книги наш не победил. Чаще всего приходят в библиотеку, чтобы взять книжку со сказками. С фросом также пользуются книги о природе, различные энциклопедии. Школьники постарше любят детские детективы. По-прежнему в библиотеку обращаются за классической литературой, которую проходят в школе. Достаем карточку. И нужно найти точно такую же карточку. Если совпали карточки, значит забираем их себе. Если не совпали, кладем на то же самое место. И продолжаем играть. Называем обязательно животное на иностранном языке. Гералка. Тигр. Тигр. Да, спас нехит. В библиотеке не только можно взять книгу, почитать. Здесь работает клуб вязания «Три языковых кружка». В этот раз вместе занимаются поклонники английского и немецкого. В школе нам объясняют не так подробно, как именно здесь. Ну, здесь мы даже играем в разные игры. То есть, здесь не так, как в школе. В школе не так весело. В юбилейный год библиотека отметят разными акциями. Например, планируют собрать книги для районных библиотек и составить рейтинг самых популярных детских книг. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова